При всем при том, что в соперниках у киевлян в отчетном туре числился бронзовый призер прошедшего первенства – Харьковский металлист. У киевлян игру со скамьи начали Геоанна и Бангура. Под растерявшему в новом сезоне результативность Гвинейцу в атаке Юрий Семин отдал предпочтение паре форвардов – Милевский и Шацких. Но автором первого голевого момента осуждено было стать игроку центра поля. Удар в падение головой Мила Шанинковича, случившийся уже на четвертой минуте встречи, пришелся выше ворот. К довольно бодрому темпу, с которым «Динамо» принялось расшатывать оборонительные порядки металлиста, соперник оказался готов. Вот Милевский угодил в штангу, правда форвард предусмотрительно был оставлен в положении вне игры. С удара в молоко начал пристрелку штатный исполнитель стандартных положений. Но уже второй штрафной от Алиева был куда опаснее. Бдительный Горяинов вытащил мяч из-под перекладины. Прибегнув к тактике не всегда мелкого фола, всецело сконцентрировавшимся на обороне собственных ворот харьковщанам, несколько удалось сбить атакующий порыв киевлян. Дошло даже до потасовки, одноклубники требовали сатисфакции за нарушение на несмачном. В данном эпизоде устным предупреждением отделался Юрий Семин. Вопреки тотальному превосходству «Динамо» в счете повел металлист. Результативным стало едва ли не первое появление харьковщан штрафной киевлян. На 39-й минуте Жажа Куэльо таки умудрился сделать передачу от лицевой линии, а набегающий Валяев вколотил мяч в сетку. «Динамо» ответила роскошной трехходовкой. Нинковича дал в центр на Шацких, тот в касании пяткой продлил на Милевского, но героем эпизода стал Горяинов. Чего не скажешь о последних минутах тайма. В компенсированное время вратарь металлиста проморгал удар Нинковича. 1-1. После перерыва Валяев едва не оформил дубль. Со смачным ударом из-за пределов штрафной Шавковский справился не без труда. Получив подробный инструктаж, на поле появился Бангура, но гвинейца затмил также танцующий Жажа Куэльо. Вальяжность динамовских защитников спровоцировала бразильца на удар с угла штрафной площади. Описав дубу и успешно миновав все преграды, мяч затрепыхался в сетке. Шла 67-я минута. При попытке спасти матч динамовцы сбились на навалу, зачастую руководствуясь эмоциями, а не здравым смыслом. Диуаны, влетев в штрафную, пробивает пяткой из неудобного положения. Претензии Милевского вполне обоснованы. Ошибся, если бы забил, было бы все хорошо. Раз не забил, конечно, ошибся. Надо было другое решение принимать. И все же увидеть пляски Бангура не пожелал боковой арбитр, зафиксировавший довольно-таки сомнительный офсайт. Винеец замкнул передачу Нинковича и уже отправлялся к угловому флажку для исполнения ритуала. Но свисток остановил форварда на полпути. Мне, например, казалось, мы так по линии сидели, что чересчур в первом тайме, в второй тайме не сложно комментировать, а в первый тайме, мне кажется, что очень много офсайтов, которых не было. Пускай комментируют судейские коллеги. Не принесли дивидендов и многочисленные штрафные Алиева. В итоге 1-2. Пусть и не скрывая досады, следует признать, металлист для «Динамо» становится крайне неудобным соперником. Проиграли, проиграли. Откуда я знаю? Да, здесь. За футбол. Шартер не мог у нас выиграть тоже 4 года. Ну так что. «Динамовцы» стали заложниками уже пресловутой проблемы реализации собственных моментов. На мой взгляд, не хватило реализации момента, в первую очередь. А второй момент. Наверное, мы сыграли не лучшую игру. Очень хорошо соперник играл. Игра была равная. Где-то удача, на мой взгляд, она отвернулась, потому что всего два удара и два гола. Продолжение следует...